Говорят, жизнь – самый лучший драматург. Она завернёт такие сюжеты и придумает такую интригу, которые не снились даже самому талантливому автору. Вспоминаешь об этом, когда смотришь на работы художника с фотоаппаратом Николая Подшибякина. Научный сотрудник с огромным стажем, увлечённо постигавший тайны микросъёмки в стенах Московского физико-технического института, сегодня он не менее увлечённо запечатлевает храмы и монастыри России, постигая уже другой, не вполне материальный свет. Давно начали заниматься, причём, наверное, сначала это была техническая фотография. Мы занимались электромагнитными полями. Вот надо их было сделать видимыми. Фотографии там в космосе и так далее. А потом вот из лаборатории, уже в жизнь на природу. И, наверное, даже это более интересно. На открытии выставки Николая и Ирины Подшибякиных многие говорили об этом заворожённом внимании фотохудожников к свету, как символу какой-то иной, более духовной и более чистой жизни, которая рядом, но которая так далеко. И апогей этой метафизики света – радуга над храмом, как мостик в другое измерение. Мы так рады, что сегодня все к нам пришли и вспоминаем и тех, кого с нами вообще уже нет, и те, которые далеко. Вчера только созванивались с Кенозерским национальным парком, и наша Валюша, у которой мы домик снимали, слышим, синички чирикают около неё. Я спрошу, Валюша, что такое? Она говорит, да вот стою около баньки, а банька по-чёрному на берегу озеро, вот, уже снежок перепархивает, почти замёрзла, и говорит, а в руке у меня синичка, и на плече, а у меня нет ничего. И вот так захотелось туда поехать зимой, потому что мы всё мечтали увидеть северное сияние. С приходом Ирины в жизнь Николая Подшибякина и появились вот эти галереи из Архангельской земли Кенозёрья Владимирщины. Неуёмный путешественник Ирина открыла своему супругу Россию. На много лет закрытый в секретном КБ Королёва, научный сотрудник Николай Подшибякин во второй половине своей жизни вырвался на простор крутых гор Алтая, пронзительных ветров Белого моря, суровой молчаливости Соловков. А вообще, вот, всё хорошее у меня началось с Колей, потому что до него было вообще какое-то одиночество, вообще тоска, искание, вот, а с ним радость пришла у меня сюда. Что спишь? Что спишь? Российские просторы Подшибякины объездили автостопом, много общаясь и изучая не только природу того или иного края, но и людей, живущих на этой земле. И, конечно, фотохудожники вдоль и поперёк исходили родной Дмитровский район, где, казалось бы, нет ни единого уголка, не запечатлённого уже каким-либо другим фотографом, но где по-прежнему таится множество незамеченной ещё никем красоты. За каждой фотографией, практически получается, есть свой рассказ, своя история. Это общение с природой, причём самым в таком широком смысле слова. Общение с людьми, люди открываются. И вот так вот, шаг за шагом фотографии, нам кажется, что мы смогли как-то немножко открыть вот этот вот дивный мир, вот наша Россия. Это наша Россия, это дивная Россия. И, к сожалению, она рядом с нами, а войти в этот мир не всегда получается.